О, вот как! О, вот тот, тот у того Михалыч, да? Думайте, я тебе УВЗ, или МВМ? МВМ, УВЗ дерьмо. Да. Или вообще ебаный к какой-нибудь Яузинку, яузинку. Бери тележку. Бери Тату. Ахахахахахахахаххахахахахахахахаха На своих троих. Ставь Урал на тележке. Урал вообще еще охуеннее тема. Да, там схемы хотя бы не собирается. Если ты про кузовой Урал. Тапку в пол и как будто не готова. Вишмастер, слэш. Хорошо. Я тут пересматривал сегодня старые видюшки на компе. Там была тема такая, спросил чувака, не помню уже кто там был. Помню, что Гуту еще кто-то. Типа, влияет ли пониженная напруга на линии на торможение состава, ну именно номерного. Сначала сказал один да, потом другой говорит нет. Влияет. А нихуя, они говорят не влияет, потому что номерной это он не, блядь, не рекоперативный, как-то он, блядь, я был. Рукооперативный? Нет, рекоперативный. Рекоперативный режим. Не рекоперативный, а как-то по-другому слову. Ну как, движки отличаются, забыл, сука, название движка. Терристранный. А, да, да, да. То, что якобы на терристорных движках это влияет, а на номерных нет. Как на номерных называются движки? На номерных стоят двигатели коллекторного типа. А, коллекторный, да, вот. Ну, не че толку. Коллекторный движок, он отличается от, у него отсутствует декуперация, и сам прикол в том, что он ток гасит. Блядь, не пойти ты тут встал, юбка. Смотри, Яузе для того, чтобы отправиться, нужно все 750. Фу, блядь, 350. Не, это понятно, нет, вы не поняли, наверное, не поняли. Для тормоза ей надо 180, по-моему. Мне интересно, для номерного так же или нет, потому что мне говорят, что у номерного движок работает как генератор, короче, да? Ну, замери. И все в Реостат отдает, ему не нужно напряжение с линии. Блядь, ебать, три пятивагонника рядом, ёптую мать, это 7 фпс. Ему не нужно, типа, напряжение с линии. Ох, никуда я третиш. Ой, мне не раньше. Так, еще раз, что есть мастер? Где есть смысл, какой торможение вообще на электрических двигателях? Какой? Что происходит? Вот ты едешь, ты ставишь в Т-1. Ну? Чуть. Я так понимаю, я буду первооткрывателем, да? А, да, я поехал, кстати, сейчас маршрут надо открывать. Ты просто вишмастер, ну-ка, объясни, вишмастер, давай ты вперед пиздой. Да, я вперед пиздой лучше. Я еще со станции не уехал, куда вы там собрались? Задавай тогда маршрут себе. Это третий же, да, у нас тут? Ты того. Вот, смысл в чем? Да, так ты один ручку переводишь из нуля. У тебя вал вращается в другую сторону, который... Реверсивный. ...который вот этот вот кочерга твоя дергает, знаете, как он правильно называет? КВ-шка. Контролер? Ну? Контролер это напрямую кулачковый вал, он вращается в другую, потом он за сторону. Вследствие чего все твои крючки при определенных излаканий, ну, при определенных срабатывания... Все в салоне в крючей, свежмастер? Ну, я слушаю. Говори дальше. Они меняют свою полярность. Они на магнитах разумеют. Они меняют свою полярность. Менять полярность, это не означает магнит, не магнит. Нет, ну, вообще, только, по-моему, магнитные двигатели, фу, блядь, я не забыл, как они называются, но, короче, пластины не касаются друг друга, а как-то с помощью магнитного там поля двигателя... Ну, а, короче, я не мастер объяснений. Ну, опять же, вы смысл в чем? Меняется полярность двигателя. То есть движки начинают вращаться в обратную сторону. То есть в момент, когда они начинают вращаться в обратную сторону, этот режим уже их работы, он получается режим генератора. То есть, по сути дела, эти двигатели начинают вырабатывать электрический ток. Ну, они вырабатывают, но не потребляют с линией. Этот ток, этот ток электрический, он зависит от чего? Правильно, от подаваемого напряжения на эти двигатели. А, даже так все-таки. Значит, это неправда мне все равно. Он зависит от количества оборотов твоего колеса, то есть от скорости. Потому что чем выше у тебя скорость, вот даже ты вот разгонишь... Чем больше ему нужно электричество для торможения. Нет, нет, дело не в этом. Можете посмотреть. Вот сейчас, если вы разгонитесь, в момент торможения ваша стрелка на льда... Блядь, чушь у нее света нет в кабине, ебаный. Так ты не включил в ваги. Если вы включите, ну, если вы... Амперметр, короче, будет показывать меньше 400. Ваш амперметр будет показывать токи. Угу. И в зависимости от вашей скорости, если ты будешь лететь 80, у тебя будет другой ток. Если ты будешь лететь 20, у тебя будет вообще третий ток. Ну, смотри, я сейчас набираю ход, он в плюс 200 пошел. Ну, это логично, это нормальное явление. Я знаю. Ну, в сети у тебя все ходовые итоги, как правило, я считаю, что больше места, но он вверх. А того я не скажу. Наверное, но в порядке есть по стиле. Ну, короче, одно слово. На друга на линии все-таки влияет на торможение состава, да? 70, блядь. Вроде как бы, да, я, конечно, тоже. Балденство, блядь, вроде влияет. Иначе без напряжения у тебя не будет в дышке тока. Отключи вольтаж. А, у тебя нет, то что? Если вам нужно, если вы уже отключите вольтаж, он не будет тормозить рушью. А, Вить, слышь? Да. Это, ты же можешь тут поставить ящичек-то этот, отключить вольтаж через него. Да, попробуйте, правда, интересно. Только сейчас, подожди, я напрямую буду ALS-1 плюс с этой СПВ-шкой. Нет, 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 именно так, прям, тормозить, ну... Так, а если вольтаж вырубится, у меня ARS хватит. Ой, фу, ARS-1. Нет, сигнал, ты будешь работать, и чё? Ну, давай, пробуй. Сейчас. Ой, подожди, сейчас поворот, сейчас, по-моему, станция будет. 75 потребляет на ход номерной. Ну, это... Ты не понял, ходовые позиции... А я не могу, у меня нет доступа, всё, забудьте. Ну, всё, пиздец. Я не понял немножко, ходовые... Ходовые токи — это... Ходовые позиции, за что, вообще так. Это позиции вала, для которых ходовые токи будут такой величины, какой... Ну, машина, работая на этих токах, будет, может проехать достаточно длительное время. Сейчас, например, в Т-1 нельзя ставить, там, долг-бои в Т-1. Ход-1 нельзя ставить на длительное... Держать очень в длительное время. Может, у меня нет, и останусь. Конечно, та же самая, у меня происходят с годовые позиции. То есть, а в любом случае, те или иные части... Кх-кх... Вынагрываются. Кх-кх... Ясно. Витя, помнишь, ты спрашивал, что на станции нельзя оставлять... Эээ... Почему на станции нельзя оставлять этот... КВ-шку в Т-2? Нет, наоборот, некоторые говорят оставлять, другие говорят, не оставлять, что-то там сгорит и так далее.